Я оглядываю окружающую нас действительность и понимаю, что нам всем не хватает совершенно простых вещей, простых буквальных прописных истин, которые когда-то в детстве нам говорились. Не знаю, они перестали их говорить, или эти истины подействовали не на всех. Такие истины, как то, что мир всегда лучше войны, и сытость лучше голода, и счастье лучше, чем страдания. Мир упорно идет по наихудшему сценарию развития событий, начиная с того, что вчера в Сеуле в Дикой Давке, около гостиницы Гамильтон, где устроили какую-то хэллоуиновскую акцию, погибло более 150 человек. Из них три гражданки России, дамы, царствие им небесное, искренне соболезную всем родным и близким погибших. Представляете себе, какая страшная штука давка, оказывается. Между прочим, давка вот такая, она может быть и здесь, и сейчас, хотя улицы пустые, но давимся мы сами по себе. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И мы с вами находимся напротив прекрасного собора в честь непорочного зачатия Девы Марии. Это католический собор, он находится в Москве, на Малой Грузинской улице. Красивейшее здание, там вот сейчас идет богослужение. Мы прошли мимо, заглянули очень красиво. Что тут скажешь? И хочу добавить, что несмотря ни на что, люди должны объединяться, все добрые люди против зла. Не отчуждаться, даже если люди исповедуют разные конфессии, религиозные течения. Потому что главное, к чему все сводится, это гуманизм и доброта. Если он есть, значит, ты с Богом. И, знаете, позволю себе сделать несколько зарисовок дня сегодняшнего, чтобы понять, насколько буквально все происходящее. Министерство обороны России обвинило в подрыве газопровода «Северный поток» Министерство обороны Великобритании. Никаких доказательств предъявлено не было, кроме таких вот обвинений. Обвинения штука серьезная. Министерство обороны Великобритании эти обвинения отвергло. Вот. И пикировка такая происходит на самом деле уже на каком-то полудворовом уровне. Потому что если вы серьезнейшей державе делаете, атомной державе делаете такие обвинения, будьте готовы их подтверждать. И зачем нужны эти обвинения? Только для того, чтобы повысить какой-то там градус напряженности, эскалацию, свести людей с ума побольше. И на фоне того, что вчера по Черноморскому флоту России была проведена атака беспилотниками со стороны Украины, поврежден там один корабль, по-моему, тральщик, Россия прекратила программу передачи зерна, чем вызвало серьезное беспокойство у мирового сообщества. А хотите, мы вам по электростанции долбанем, а хотите, мы хлебушек вам давать перестанем. Вот до такого уровня риторики опустились сегодня те, кого принято было считать победителями на внешней политической арене. Просто таких Гераклов дипломатии. Вот их речь на самом деле. Между тем, все это, знаете, входит в канву международного развития планетарного социума. Показателен случай во Франции, местечко Сент-Селине. Там происходят дикие столкновения людей, фермеров и полиции. Полторы тысячи полицейских задействовано там. А в чем дело? Там собираются строить водохранилище. Казалось бы, радость. Но это водохранилище соберет воды все окрестные и централизует их, поставив их под контроль финансовой власти. Они будут контролировать нашу воду, наш воздух, наши деньги. Воздух пока, к счастью, еще нет, могут только задушить. А деньги, конечно, они собираются. Здесь будет проведен эксперимент, как я вчера в стриме говорил. Они будут проводить денежную реформу с учетом того, что только 20% банкоматов будут готовы поддержать новые купюры. Ну, будут их распознавать, понимаете? То есть они изымут старые купюры, а новые купюры будут что? Дикие очереди в банкоматы, и купюр будет не хватать, людей будут насильственно загонять в безналичные деньги. То есть рабам не нужна наличность, рабам не нужно имущество, понимаете? Вот таков новый мировой порядок, который нам не просто рисуют, а в который нас загоняют, причем так пугающе достаточно и беспощадно. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мой труд. Там же ссылки на два телеграм-канала и второй ютуб-канал. Друзья, поддерживайте друг друга, говорите правду, поймите главное, никакой цели в этой безумной бойне в Украине, на Украине нет, кроме одной. Истребить как можно больше людей. Вот, видимо, что такое деноцификация в чьем-то понимании. Только мир, только мир, и немедленно, как можно скорее. И знаете, будь моя воля, я бы пошел на мир на любых условиях. Но вместо этого они везут из Белгородской области сюда, в Подмосковье, 450 человек их разместят. Губернатор Воробьев уже обещал. А взамен в Белгородскую область везут противотанковые надолбы, которые здесь же, в Подмосковье, делают. Кому-то война, кому-то мать родна. Money talks bullshit works. Просто бизнес, детка, ничего личного.